АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я приглашаю одного из мудрейших, одного из любимейших наших преподавателей юридического факультета, почетного профессора Казанского университета, человека, объяснившегося в любви юрфаке в стихах своей книги «I love you, your fact». Слово нашему патриарху, доктору юридических наук, академику Российской Академии наук Борису Леонидовичу Железнову. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, наши выпускники, братья по крови, потому что я тоже выпускник нашего факультета, я рад вас приветствовать под сводами нашего дорогого гнездышка, нашего, нашей альма-матер. Я думаю, что мы собрались здесь для того, чтобы еще раз подчеркнуть преемственность и связь между факультетом и его выпускниками, ну и, конечно, внести свой теоретический и практический вклад в обсуждение насущных проблем нашей правовой науки, нашей современности. Хотел бы сказать, что я вижу факультет не просто как учебное заведение, а скорее как фабрику блестящих юристов, которые повседневно вносят свой бесценный вклад в святое дело защиты прав человека, в святое дело развития нашего общества и государства. Думаю, что наш форум, он сегодня еще раз покажет, что факультет подпитывается вашим опытом. Без вашего опыта нам было бы трудно формировать стратегию и механизм подготовки адаптированных, социально адаптированных юристов. Я хотел бы воспользоваться своим служебным положением Аксакала и заверить вас в том, что мы все ваши преподаватели неизменно вас помним, неизменно вас любим и неизменно гордимся вашими успехами. Позвольте мне закончить свое маленькое приветствие словами известной песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Спасибо. Благодарим вам, Борис Леонидович. В вашем лице всех наших дорогих преподавателей, профессорского преподавателя, состав нашего ЮРФАКа. И, уважаемые участники форума, если каждого из нас спросить, задать вопрос, что значит для меня ЮРФАК, мы получим, безусловно, фейерверк эмоций. Политру ЧУС, тысячу признаний любви к Альма-Матаре нашему факультету. То, что вы сейчас увидите, на экране лишь капля той любви, гордости, счастья, сопричастности к великой истории одного из лучших вузов России. Внимание на экран. «Если бы я родился и жил в каком-нибудь другом месте на Земле, то все равно переехал бы в Казань. Для меня нет второго такого города, который мог бы так вдохновлять». Так сказал о Казани известный российский писатель и кинотраматург Денис Осокин. Столица Татарстана. Образовательный и культурный центр Поволжья. Город с тысячелетней историей. Признанная третья столица России. Город, объединивший в себе две культуры и две религии. Крупнейший экономический, научный, образовательный, спортивный и культурный центр. Все это Казань. Столицу Татарстана называют городом студентов. Здесь работают свыше 30 высших учебных заведений. Главный вуз города, один из старейших в России. Он был открыт в 1804 году указом императора Александра I. Эта дата считается также и датой рождения юридического факультета, ведь он был одним из первых подразделений университета. Наш юридический факультет готовит не казуистов, способных ловить рыбу в мутной воде российских законов, а людей, способных разумно и сознательно проводить в жизнь идею правды. Так говорил своим студентам знаменитый профессор Казанского университета Николай Загосов. С тех пор прошло больше века, и юридический факультет до сих пор гордится своей репутацией, имеет мировое признание и считается одним из лучших в России в сфере юридического образования. Председатель правительства Сатарстана, юрист, наш выпускник, мэр города Казани, Ильцур Мерчин, наш выпускник. Когда я поступил на юрфак, я возвращался в родной Нижнекамск. У меня было ощущение, как будто я молодой Юрий Гагарин, который только что первым слетал в космос из Нижнекамска. И меня переполняло чувство гордости, и я видел восторг людей. Многие из этих выпускников когда-то сдавали экзамены Марии Никитиной, почетному преподавателю факультета. Юридический факультет – это жизнь моя. Вся жизнь моя прошла там. Жизнь в юридическом факультете – это модус вивенди. Факультет определяет образ моей жизни. Мы живем в делах и помыслах наших учеников, выпускников. Я думаю, что популярность этой профессии, она никогда не угаснет. Был юристом, и я останусь юристом на всю жизнь. О том, насколько был всегда высок уровень образования на юридическом факультете, рассказывает один забавный случай. Сел, встал за кафедру и начал читать лекции. Студенты слушали, записывали. Лекция благополучно закончилась. И когда я уже пришел на кафедру после лекции, мне сказали, так я бы читал лекции. Слушали его не студенты-юристы, а студенты физического факультета. То, что физики заинтересовались этой лекцией, это свидетельство о высоком качестве профессионализма этого преподавателя. Юрфаку благодарен не только за правовые знания, и может быть даже не столько, а именно за то, что наши преподаватели научили мыслить, научили стремиться к цели, и научили некому такому лидерству. Престиж факультета с годами становится только выше. Сейчас здесь обучается более трех с половиной тысяч студентов. Студенческое научное общество юридического факультета признано лучшим в России. Но жизнь студента – это не только учеба. Юридический факультет традиционно славится своими спортивными достижениями. Юрфак традиционно называют спортивным факультетом с юридическим уклоном. Очень ответственно и трепетно к этому относились и наши преподаватели. То есть если мы занимали второе, а не первое место, преподаватель говорил, ну вот если бы было первое, то пятерка на экзамене. Раз второе, то тогда только четыре. Даже и к таким несерьезным направлениям, как художественная самодеятельность, юристы относились всегда очень серьезно. Может быть, поэтому ими здесь всегда сопутствует большой успех. Особенность юрфака еще и в том, что выпускники не расстаются с факультетом навсегда. Многие продолжают активно участвовать в жизни Альма-Матер. Когда мы создавали Ассоциацию выпускников юрфака, как организации, объединяющей людей, в котором неравнодушна судьба факультета, найдите нашу страницу на сайте юридического факультета, зарегистрируйтесь и будьте вкладом в себя и в развитие нашего факультета. Я хотела бы, чтобы все, кто приехал сюда, прилетел, пришел, они ощутили себя вновь теми молодыми студентами, которые впервые зашли в стены, переступили порог Альма-Матер. Так что и для тех, кто уже давно получил свой диплом, юридический факультет остается родным домом. Возможно, потому что и тех, кто в нем учился, и тех, кто уже давно его закончил, неизменно объединяет высокая цель профессии – проводить в жизни идею правды. Юрфак – это я. Юрфак – это я. Юрфак – это я. Это я. Это я. Юрфак – это я. Ты же не юрфак, ты ифин. Юрфак – это я. Алло, где наговор? Юрфак – это я. Юрфак – это я. Юрфак – это вы. Юрфак – это лучшие люди страны. Спасибо. Наш факультет с 1952 года, то есть с момента восстановления юрфака в Казанском государственном университете. Вдумайтесь, 12 тысяч юристов, которые трудились и сегодня трудятся, выпустил. 12 тысяч юристов, которые трудятся на благо нашего города, республики и нашей страны, занимают ответственные руководящие должности. От имени руководства республики Татарстан с поздравлением к нам прибыл наш выпускник, премьер-министр республики Татарстан Ильдар Шавхатович Халиков, выпускник юрфака 1992 года. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, студенты, преподаватели любимого, родного юрфака, я всех нас поздравляю, потому что сегодня по-настоящему историческое событие, и оно уже произошло, потому что первый международный форум выпускников открылся. Давайте мы поаплодируем с вами себе. Всего 212 лет понадобилось для того, чтобы все-таки это событие состоялось, событие, которым гордятся многие известнейшие мировые вузы, такие как Оксфорд, Кембридж и многие-многие другие, где существует такая культура и такая практика. Я хочу искренне сказать спасибо организаторам, попечительскому совету, всем тем, кто вышел с этой инициативы, тем, кто организовал, но и самое главное, конечно, всем, кто приехал сюда из разных уголков страны, приехал из рубежа, для того, чтобы еще раз выразить признательность нашему родному юридическому факультету университета, нашим преподавателям, всем тем, благодаря кому мы и достигаем тех высот, решения тех задач. Хочу сказать, что и правительстве Республики Татарстан достаточно много выпускников юридического факультета. Сегодня 12 человек, в том числе даже у нас не только студенты, у нас даже один преподаватель нашего родного юрфака работает в правительстве Республики. И это тоже показатель качества, это показатель того духа, той энергии, которой обладает юридический факультет. Сегодня президент Республики Татарстан находится в Санкт-Петербурге, но утром позвонив, просил передать всем большой привет и поздравление с этим сегодняшним событием. Пожелать, чтобы эта прекрасная идея первого международного форума выпускников стала хорошей, доброй традицией Казанского государственного университета. Я искренне от имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалевича Мениханова, от имени парламента, от своего имени хочу сказать спасибо ректору Казанского государственного университета, декану юридического факультета, попечительскому совету, которые смогли организовать сегодняшнее мероприятие. Всем удачи, всех поздравляю. Спасибо, Ильдар Шавкатович. Еще одна гордость нашего юрфака, выпускник 1984 года, руководитель администрации президента Республики Татарстан, генерал-лейтенант Сахаров Асхат Ахметович. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать, видеть в этом зале, здесь половина зала, это те люди, во-первых, мои преподаватели, которые я прекрасно знаю и благодарен им, во-вторых, это те люди, которыми я учился на одном курсе, старшекурсники, младшие курсы, это люди, которые уже сегодня состоялись, это те люди, которыми я жил в общежитии, с которыми взаимодействовал, работая в органах внутренних дел. Сейчас дружу и общаюсь, и решаю те насущие вопросы, которые стоят перед республикой. И спасибо Сураевичу, спасибо тем людям, которые придумали вот такой формат нашего общения. Надеюсь, действительно, это войдет в современную традицию. И очень хорошо, вот такие мероприятия нужны, и их нужно проводить, потому что те люди, которые иногда принимают необдуманные решения, видели, насколько мощный корпус выпускников юридического факультета, насколько мощный у них административный ресурс, и никогда у них не возникло желание объединить УРФА с каким-нибудь там, а с какой-нибудь кафедрой, с каким-нибудь институтом. Надо сохранить наш родной юридический факультет. Поздравляю, спасибо всем. Спасибо, Асхат Ахметович. Уважаемые коллеги, юридический факультет сегодня – это 124 штатных преподавателя, свыше 2,5 тысяч студентов. Это современная аудитория, оборудованная с использованием новейшей IT-технологии, серьезной научной базы, коммунистической лаборатории, кабинеты, юридической клиники. Самое главное, безусловно, это наш коллектив, решающий амбиционные задачи, которые ставит руководство университета. Со словами благодарности к постоянному вниманию к нашему факультету, к его традициям, слово представляем ректору Казанского университета, профессору Гафурову Ильшат Равкатовичу. Спасибо, Мисур Ильич. Уважаемые коллеги, прежде всего, добрый день. Я от имени ректората хочу поздравить всех, кто собрался в этом зале. В целом, юридический факультет нашего университета с такой инициативой и хочу пожелать, чтобы данная инициатива, которая реализуется сегодня впервые, стала, как уже было отмечено, ежегодной традицией, когда люди с высочайшим опытом работы приезжают заново в стены «Альмаматор» и начинают не просто проводить встречи с выпускниками, с преподавателями, но и проводят научные практические форум. Как было сказано, юридический факультет, он был основан сразу же практически со дня основания университета и никогда не менял своего названия. Я особо на этом хочу акцентировать ваше внимание, поскольку колоссальная трансформация в университете, как вы знаете, произошла в 2010 году, когда было принято решение о создании на площадке Казанского государственного университета, федерального университета путем объединения достаточно большого количества ранее независимо работавших учебных заведений. И тогда стал вопрос, каким образом сформатировать университет, чтобы не было дублирования, чтобы сформировать новую университетскую культуру, корпоративную культуру, как сейчас модно говорить. И тогда было принято решение перейти на институциональную систему подготовки специалистов. То есть, когда на площадке вновь созданного учебного заведения организовывались институты, и единственным факультетом остался юридический. Это было решение самого ученого совета юридического факультета, которое было практически единогласно поддержано ученым советом университета. Я несколько слов хочу в целом в связи с этим сказать о нынешнем формате университета, он стал достаточно большим. Сегодня у нас более 44 тысяч студентов обучаются в университете, порядка 9 тысяч сотрудников. Причем мы вернулись к формату подготовки специалистов, который был сформирован еще в Императорском Казанском университете. У нас заново появились медицинские направления, возник новый институт, институт медицины и фундаментальной медицины и биологии, у нас возник институт инженерных наук, возник новый институт геологии нефтегазовых технологий. В ЛОНа университета вернулись педагогические направления подготовки, когда были объединены в 2010 году два педагогических университета, это Татарский педагогический или Татарский гуманитарный в то время уже назывался университет и Елаборский педагогический университет. Мы приняли совершенно новую модель подготовки специалистов, так называемый университет 3.0, когда есть образование, наука и технологии. Технология осуществляется причем через специально созданные площадки в области педагогических направлений подготовки специалистов. Это наши собственные два лицея, которые работают в структуре университета. В области медицины это собственная клиника на 840 стационарных мест, и мы обслуживаем более 50 тысяч населения Казани республики сегодня. В области естественных наук это собственные опытные производства, начиная от фармпроизводства, заканчивая производством катализаторов и так далее. То есть сегодня университет в большом формате, но повторяет все то, что было в императорское время. Посмотрим. Нужно определенное время, чтобы оценить все эти преобразования, и сегодняшние результаты нас обнадеживают, поскольку мы с вами, я почему говорю с вами, поскольку попечительские советы университета принимают активнейшее участие во всех наших действиях, разработках, продвижении. Университет отдельную программу реализует в статусе федерального формата. Университет участвует сегодня в так называемом проекте 5 топ 100, где всего 20 университетов мы попали в первые 14 университетов, которые прошли жесткие конкурсы отбора. И сегодня гуманитарные, социогуманитарные направления в этом году определены как одни из приоритетнейших программ развития университета, куда, конечно же, входит и направление подготовки юридического факультета. У нас совершенно другая структура управления, чем было раньше. Как вы помните, был ректорат, был научный совет. Эти институты, они сохранены, но появился после получения статуса федерального университета, мы стали не просто бюджетным учреждением, автономным учреждением. Появился наблюдательный совет, его сегодня возглавляет тоже наш выпускник, министр информационных технологий Николай Анатольевич Никифоров. И появились попечительские советы. Первый попечительский совет появился в целом в университете, возглавил его президент нашей республики Рустам Норгоревич Мениханов. И сразу же практически появился попечительский совет юридического факультета, который изначально существовал в структуре университета. И возглавил его наш мэр, выпускник нашего университета Ильсу Раис Медшин. И функции попечительского совета по определению входит в содействие в решении всех вопросов факультета. Но они по-разному работают. Я хочу поблагодарить всех членов Ассоциации выпускников юридического факультета, членов попечительского совета юридического факультета за те действия, которые они осуществляют на площадке университета. Они оказывают содействие в модернизации кампуса университета. Они оснащением сегодня занимаются. И они, как вы видите, сегодня собрали впервые в истории университета на конференцию выпускников юридического факультета. Мы гордимся всеми нашими выпускниками, где бы они ни работали. Но прошу вас только об одном. Почаще возвращайтесь в стены университета. Давайте советы. Они нам сегодня очень нужны. Они всегда нужны, когда проходят колоссальные преобразования и имеются разные отношения той или иной части общества. Кто-то понимает все, что здесь происходит. Кто-то со стороны к этим вещам подходит. А кто-то просто, как попечительский совет юридического факультета, берется и просто делает то, что думает и считает правильно. Поэтому я благодарю и организаторов, и всех, кто приехал к нам сегодня в университет. И прошу почаще бывать и встречаться и с преподавателями, и со студентами. Преподаватели очень внимательно отслеживают весь карьерный рост наших выпускников. Гордятся этим и очень сопереживают тем или иным неудачам. Я благодарю вас за эту встречу и желаю всем нам удачи. Спасибо. Уважаемые участники форума, мы приветствуем и благодарим за приезд, за участие в нашем форуме, почетного гостя нашего форума, доктора юридических наук, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представителя Комитета Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Владимировича Коршининенко. Пожалуйста, слово вам. Спасибо большое, уважаемый Эльдар Шавкатович, Эльсур Раисович, дорогие выпускники юридического факультета. Я вас приветствую от имени, в первую очередь, конечно, от имени Ассоциации юристов России и от имени юристов Государственной Думы. Дорогие друзья, у меня много недостатков, но один из недостатков то, что я вот не заканчивал ваш факультет. Вот, я закончил Свердловский юридический институт, я горжусь этим, но так судьба, видимо, распорядилась, что, ну, наряду со многими исследованиями, которыми я занимаюсь, так вот сердце легло, и я стал заниматься одним из ваших выпускников. Это Габриэль Феликсовичем Шишиневичем. И, собственно говоря, я вот несколько слов, если позволите, хотел бы как раз сказать о нем. Дозанимался до такой степени, что практически все труды его, а их много, больше двухсот, хотя пока в библиографии значится менее двухсот, но их достаточно много, и он мне уже снится, по ночам мы с ним разговариваем. Вот, и знаете, я почувствовал, и потом это чувство меня не обмануло, была потеряна его могила, и, в общем-то, я его вычислил. А потом мы ее нашли на Новодонском кладбище, она там действительно была забыта, она в реестре ее не было, но, в общем-то, пришлось приложить в том числе административные усилия, и мы, в общем-то, сейчас этой могилой занимаемся. Дело в том, что перед смертью Феликсович писал, что я хочу, чтобы меня похоронили недалеко от моего друга Сергея Андреевича Муромцева. А, как вы знаете, Сергей Андреевич Муромцев – это первый председатель Государственной Думы, и там огромный памятник, сложно его не найти, вот, а раз вблизи, значит, ну, вот мы провели такие, я вспомнил уроки криминалистики и всякие другие, мы провели всякие разыскные мероприятия. В общем, нашли, если кто-то захочет, у меня в книге и в «12 апостолов право», и в первом томе «Избранного» там написано, где ее можно найти, эту могилу, так что увидите, там мы ухаживаем, там венки всегда лежат, в общем, стараемся. Вот, но, кроме этого, мы с издательством «Статут» решили, первоначально мы выпустили книгу «12 апостолов право», я здесь ее презентовал в сентябре, и там один из апостолов право за 200 лет, конечно, Габриэль Феликсович. Я вообще считаю, в 20 веке это был, ну, может, кто-то со мной не согласится, можно поспорить, но то, что это был один из лучших юристов России, это вот точно. Я так считаю, что лучший. И, конечно, с этой точки зрения, когда я подбирал вот эти «12 лиц за 200 лет право», конечно, Габриэль Феликсович, ну, здесь для меня какой-то конкуренции не было с другими, и, конечно, человек, который занимался правом, который занимался политической деятельностью, и который достиг невероятных высот, и человек, который писал, ну, практически, не просто каждый день, а в любых перерывах, и который делает это так, что учебник русского гражданского права до сих пор самый нужный, самый читаемый, и самый, наверное, рекомендованный, потому что, если говорить о праве, а не законодательстве, то, конечно, лучшей литературы, конечно же, нет. Ну, и я хочу сказать, что все-таки Габриэль Феликсович в Казани достиг самых высочайших все-таки вершин, и надо сказать, что вот человек от торгового права перешел к гражданскому, от гражданского перешел к теории, к истории права, потом, это замечательная его книга «Общая теория права», два дня назад мы ее переиздали, вот, она у меня здесь лежит, покажу, вот, и дальше он переходит к философии права, и более того, он переходит к социологии, это вот мало кто знает. Социологию, между прочим, стали продвигать юристы, это такие юристы, которые, между прочим, неплохо общались друг с другом, это как Шершеневич, Петражицкий и Сорокин, вот, и они все заканчивали юридические факультеты, они все занимались, они все посидели немножко, вот, в местах лишения свободы, они все занимались политической деятельностью, все ушли по-разному, Габриэль Феликсович в 2012 году ушел сам, Петражицкий в Варшаве покончил с собой, а Петерим Сорокин, как вы знаете, он долгую жизнь прожил, и умер в 40-х годах, если мне память не изменяет, в общем-то, уже будучи известным социологом, отцом социологии мировой. Вот, но начинали они, вот, и Петражицкий, и Шершеневич были депутатами Государственной Думы, но о Сорокине, если кто-то не знает, Петерим Сорокин был руководителем секретариата, еще уж у Керенского, вот, и вот, Габриэль Феликсович, эти труды, его замечательные, они, я считаю, что мы, конечно, знаем учебник русского гражданского права, мы знаем курс торгового права, меньше мы знаем учебники его, посвященные теории права, философии права, но я думаю, что нам надо это все исправлять, и, конечно, мы вот этим сейчас занимаемся, и, в том числе, я вот воспользуюсь, так сказать, случаем, и хочу сказать, что вместе с издательством «Статут», вместе с факультетом, мы сейчас задумали целую серию, ну, с моей точки зрения, я-то свои обязательства уже выполнил. Мы делаем шеститомное издание, избранное Шершеневича, вот, как мне сказали, первый том у вас есть, да, вроде бы, в раздатке, вот, четвертый том, который вчера вышел, это как раз здесь общая теория права, как раз двухтомник, и работа по поводу применения норм права, и по поводу работа, по поводу присвоения ученых степеней, на мой взгляд, достаточно тоже любопытно. Хочу сказать, что, конечно, без альмаматор, такой, как юридический факультет, такие величины, конечно, не могут появляться, и, конечно, это заслуга его, его, так сказать, трудолюбия и так далее, но, конечно, база – это юридический факультет Казанского университета, и я уверен, что факультет и сейчас, и в будущем, конечно, будет нам вот такие явления, ну, не знаю, поставлять как-то не очень хорошо звучит, но, в общем, мы это все будем видеть постоянно, но и вот мы вчера на коротке с председателями Ассоциации юристов, с председателем правления обсуждали вопрос, связанный с факультетом, с Габриэлем Феликсовичем, и мы выходим с предложением, Ассоциация юристов России выходит с предложением Казанскому университету, мы предлагаем учредить федеральную юридическую премию имени Габриэля Феликсовича Шершеневича, вот, когда мы и как будем вручать, можно посмотреть, может быть, на Конгрессе выпускников, он же все-таки яркий выпускник-то тоже, и, ну, это можно обсудить, но вот такое предложение у нас есть, и я думаю, что это было бы, наверное, любопытно, и с вашей стороны тоже. Я вам желаю всем удачи, желаю организаторам вот этого удивительного форума ну вот побольше энергии, чтобы почаще такие форумы собирать, всем здоровья, ну и на нашем поприще, чтобы мы, конечно, продвигались вперед. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, когда мы бываем в стенах родного университета, родного юрфака, то всегда возвращаемся с мыслями, воспоминаниями, конечно, в нашу студенческую пору, и давайте послушаем наших нынешних студентов, чем живет факультет, какие эмоции они испытывают. Позвольте представить слово председателю Совета Студенческого научного общества Валееву Динару Айратовичу, студенту первого курса магистратуры юридического факультета. Доброе утро, уважаемые выпускники, гости первого международного форума выпускников юридического факультета. Казанский федеральный университет и его юридический факультет – это одно из старейших учебных заведений России, которое более 200 лет воспитывает и выпускает профессионалов своего дела, юристов с большой буквы. Обучаясь на первом курсе юрфака, один из наших преподавателей отметил, что в дальнейшем у нас сформируется юридическое мировоззрение. Однако в тот момент я не до конца понял значение его слов. И только недавно я осознал, что он имел в виду. Я стал смотреть на многие вещи в жизни через призму юриспруденции, воспринимать окружающий меня мир через букву закона. Юрфак – это большая дружная семья. И хотя недавно я стал частью этой семьи, я понимаю, как важно поддерживать друг друга и оставаться ее достойным представителем. Юрфак для меня – это место, где я обрел своих друзей. Это место, где я получил необходимые знания. Это место, где я понял, куда нужно двигаться и куда нужно стремиться. Место, где я обрел себя. Уважаемые коллеги, от имени выпускников юрфака и от себя лично я бы хотел выразить огромную благодарность моим учителям. Мояльма Матр, моему любимому юридическому факультету. Масштаб и уровень нашего мероприятия еще раз доказывает, как сильно мы любим наш любимый юрфак. Я желаю, чтобы мы чаще встречались, а наш форум стал площадкой для обмена опытом между выпускниками разных лет. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые выпускники, одним из направлений работы попечительского совета деканата юрфака является установление и развитие между выпускниками факультета связи, для чего создана и начала работа ассоциация выпускников юридического факультета. Слово представляется ее председателю, члену попечительского совета Ильдусу Ахтемовичу Янушеву. Добрый день, уважаемые участники форума, выпускники юридического факультета. Долгое время считалось, что вуз – это преподаватели. Далее стали считать, что вуз – это преподаватели плюс студенты. На самом деле же, сила любого высшего учебного заведения в единстве и постоянном взаимодействии его преподавателей, студентов и выпускников. Следуя лучшим традициям, лучших вузов мира, инициативная группа выпускников нашего факультета в 2013 году при поддержке попечительского совета и в тесном сотрудничестве с деканатом создала некоммерческую организацию Ассоциация выпускников юридического факультета. Нас объединило понимание того, что Ассоциация выпускников юрфака КФУ – это инструмент, который должен и может помогать развиваться не только факультету, но и его выпускникам. Нам удалось соединить авторитет, влияние и ресурсы наших попечителей с инициативой и креативом членов нашей Ассоциации. Мы поставили перед собой задачу объединить наиболее активных и успешных выпускников факультета для решения следующих задач. Восстановление и развитие выпускников, их связи и организации их сотрудничества. Содействие развитию науки и образования факультета, его имиджа путем вовлечения потенциала выпускников проведения мастер-классов, научно-практических мероприятий, стажировок и культурно-спортивных мероприятий. Что нами уже сделано за это время? Мы создали Совет Ассоциации, состоящий из 11 наиболее активных выпускников, представляющих и преподавательский состав, и правоохранительные органы, представители бизнеса. Мы провели несколько мастер-классов для студентов и выпускников факультета с председателем попечительского совета мэром города Казани Исура Эйтим Метчином, депутатом Государственной Думы Российской Федерации Василием Николаевичем Лихачевым, вице-премьером Татарстана Романом Александром Шихуддиновым и другими выдающимися и, главное, интересными для наших выпускников спикерами. При активном участии Ассоциации были проведены круглые столы и конференции по различным вопросам совершенствования научно-образовательной деятельности на факультете и подготовке конкурентоспособных на рынке труда юристов. Мы создали базу данных всех выпускников факультета с 1953 года. Вот Исура Ильич говорил уже, что у нас насчитывается с 12 тысяч, я как раз представляю наше первое издание книги выпускников факультета с 1953 года, здесь 12 тысяч записей. Я думаю, что эту работу мы будем продолжать, углублять наши исследования, выявлять выдающиеся и создавать между ними эффективные социальные связи. Ассоциация при поддержке попечительского совета активно работала над проведением данного форума. Если мы достигнем в ходе его проведения поставленных целей, то через следующие пять лет при вашей поддержке мы проведем второй форум на более высоком организационном уровне. Мы надеемся, что это станет доброй традицией, и также мы проводим ежегодный уже велопробег для преподавателей и выпускников нашего факультета, и завтра мы тоже эту традицию продолжаем для участников нашего форума. В наших планах создание центра развития юридической карьеры. Мы хотим содействовать факультету обеспечить технологию непрерывного юридического образования. Мы хотим создать эффективные механизмы прохождения практики нашими студентами на предприятиях и утверждениях членов ассоциации. Мы хотим продолжить практику проведения мастер-классов, круглых столов, тренингов с профессорско-преподавательским составом и студентами. Мы хотим организовать проведение исследований, направленных на повышение качества научной и образовательной деятельности факультета. Мы также понимаем, что мы живем в 21 веке, и век высоких технологий, информационных технологий, прежде всего. И поэтому перед нами стоит задача создания эффективной социальной сети, где бы происходило ежедневное, круглосуточное взаимодействие выпускников факультета по различным и интересным им направлениям. Простите мне использовать эту трибуну для обращения к выпускникам, чтобы вы поддержали деятельность ассоциации и пописительского совета. Надеюсь, что в ходе проведения нашего первого форума ассоциация укрепит свои ряды, получит свежие идеи и вашу поддержку, которые дадут новый импульс в развитии факультета, повышении его имиджа и конкурентоспособности. Мы верим, что наши выпускники с помощью ассоциации найдут для себя новые ресурсы и возможности для своей самореализации. И тогда наша речевка, что ЮРФАК – это мы, ЮРФАК – это я, ЮРФАК – это мы, ЮРФАК – это лучшие люди страны, будет звучать для нас более убедительно. Спасибо за внимание. Спасибо, Ильдус Ахтянович. Безусловно, мы должны и будем поддерживать все эти инициативы и, самое главное, их детально с деканатом, с коллегами проработать, внедрить в жизнь и работать над этим в ежедневном режиме. Сообщество выпускников Казанской ЮРФАКа может и должно объединить людей с активной жизненной позицией, людей, неравнодушных к судьбе нашего родного факультета. Уважаемые коллеги, коллеги, я с великим удовольствием приглашаю на сцену нашего коллегу, упасника юридического факультета 1975 года, бывшего доцента ЮРФАКа, человека с удивительно интересной биографией, ученого, политика, стоявшего у истока в Конституции Республики Татарстан, члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Василия Николаевича Лихачева. Дорогие друзья, когда мы приходим в свои родные семьи, видим лица родителей, бабушек, дедушек, иногда даже и слов в первую минуту не найдешь, как о чем говорить с ними. Вот у меня такого рода ощущение, такой органической близости возникло, когда несколько минут назад мы вошли в этот зал и увидели каридоскоп улыбок, взгляды, горящие глаза. И я подумал про себя, если такая масса, такая аудитория в одном конкретном месте, в Казанском университете, в городе Казань, в Татарстане, испускает огромную энергию, креативную, созидательную, у этой страны под названием Россия будет будущее. К профессии юриста во все времена было обращено пристальное внимание. 65% президентов Соединенных Штатов Америки юристы, включая последних Билла Клинтона и Барака Обаму. Они, к тому же, еще и преподавательской работой занимались в университетах. Примерно 45% руководителей Центрального разведывательного управления США также имели юридическое образование. Юристами были премьер-министр Великобритании Блэр. Если сегодня посмотреть, какое место вот в этой линейке исторических фактов и закономерностей занимает Россия, то мы можем с гордостью сказать. 75% руководителей России, я имею в виду Владимира Ульянова-Ленина, Владимира Путина, Дмитрия Медведева, также были юристами. В мире образовалось некое такое содружество юристов и людей, причастных к юриспруденции, людей, которые себя называют высоким статусом борцов за закон, за справедливость. Вот к этому сообществу, я думаю, надо причислить и все наше братство юридическое, нашу кровь, как весь Ленович сказал в самом начале своего выступления, то есть присутствующих в этом зале и тех, которые просто не могли физически попасть в эту аудиторию. Работы предстоит очень много. Простые и совершенно понятные слова, но за ними глубокий смысл. Два часа назад Владимир Путин в Санкт-Петербурге подписал указ о начале избирательной кампании выбора в Государственную Думу. 30-го числа будет ежегодное собрание послов Российской Федерации в Москве, где глава государства представит новую редакцию концепции внешней политики. Я думаю, что и по тому, и по другому, по третьему, по четвертому направлению работы, труда, активного, настойчивого, умного для нас всех будет более чем достаточно. Но на праздник и на великолепную традицию, которая сегодня закладывается, я думаю, что уже сейчас, вот в эти секунды, минуты, часы, эта идея, простая такими мощными корнями, она сохранится на долгие-долгие годы ее инициаторам и тем, кто реализует эту идею, большое-большое спасибо, но надо приходить с какими-то символами. Первый символ – это послание Эллы Александра Панфиловой нашему сообществу. Она сегодня находится в Санкт-Петербурге, и вечером у ней будет встреча с Владимиром Путином, президентом Российской Федерации. Ну, а что касается моего скромного знака, у меня в руках сигнальный экземпляр книги, это 15-я моя книжка, которая только что вышла, я ее назвал «Россия – опыт геополитической ответственности». Я хочу это подарить декану факультета с пожеланием и здоровья, и успехов, и устойчивого мировосприятия с надеждой на то, что юридическая школа, опыт практической юриспруденции Татарстана будут всегда отмечаться самыми высшими оценками. Успехов нам всем! Спасибо, Василий Николаевич. Уважаемые коллеги, деканами юридического факультета в разные годы были присутствующие в зале профессора Александр Андреевич Рябов, Федор Романович Сундуров, Виктор Павлович Малков, Ильдар Абдулхаков Тарханов, но за всю историю впервые руководит факультетом женщина. Я представляю слово руководителю Бакулиной Лиле Толгатне. Пожалуйста, Лиле Толгатне. Добрый день, уважаемые выпускники, гости юридического факультета Казанского федерального университета. За более чем 210-летнюю историю юридический факультет Казанского императорского, в последующем Казанского государственного и ныне Казанского федерального университета пережил много славных и трудных лет, шагая в ногу со временем и страной. Мы гордимся выдающимися учеными-юристами, снискавшими мировую славу университету. Мы восхищаемся выпускниками, чей профессионализм высоко оценен не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации. Мы продолжаем славные университетские традиции и, не изменяя себе, модернизируем научно-образовательную сферу. Мы стремимся к реализации стратегических планов и развитию Казанского федерального университета в международном пространстве. Мы создаем университетскую профессиональную образовательную среду, позволяющую выпускникам юрфака Казанского университета не только быть конкурентно способными, но и постоянно совершенствоваться профессионально, стремиться к саморазвитию и раскрытию собственного потенциала. Но все это было бы невозможно без удивительных людей, которые не только являются выпускниками юрфака, но и навсегда связали с ним свою судьбу. Это наши любимые преподаватели, наши учителя, научившие верить в себя и в ценность выбранной профессии. Низкий вам поклон. Юрист – уникальная профессия. Мы работаем во всех сферах общественной жизни, и главное благо, которое производит юрист – это безопасность. От профессиональных и личных качеств каждого из нас зависит престиж юридической профессии. Поэтому выпускники юридического факультета в профессиональном плане должны быть безупречными, чтобы люди доверяли нашему рукопожатию, словно это юридически скрепленный договор. Я желаю всем участникам первого международного форума выпускников юридического факультета плодотворной работы на дискуссионных площадках, результатом которой, я уверена, станет нахождение алгоритмов эффективного взаимодействия вузов, выпускников, работодателей и выработка стратегии развития и совершенствования юридической профессии, юридического образования и науки. И мне хотелось бы поблагодарить Павла Владимировича Крашенинникова за такое интересное предложение по премии Габриэля Феликсовича Шершеневича. Я думаю, что все выпускники юридического факультета и студенты примут участие, соответственно, когда будет организовано это мероприятие. И мне хотелось бы поздравить участников форума от имени декана юридического факультета Эльдара Абдухакча Тарханова, который на протяжении 23 лет возглавлял факультет. К сожалению, он не смог участвовать, и он пожелал всем нам плодотворной работы. Уважаемые участники форума, гости, разрешите обозначить несколько организационных моментов. Радость общения с сокурсниками, я надеюсь, плавно перейдет в конструктивный диалог на трех дискуссионных площадках, которые разделены на восемь дискуссионных сессий. Места проведения сессии указаны в программе. Это научная библиотека имени Лобачевского и главный корпус КФУ. Работа дискуссионных сессий разделена кофебрейком на две части с 11.30 до 13.00 и с 13.30 до 15.00. В 15.00 мы приглашаем всех вас вспомнить и попробовать комплексный студенческий обед в студенческой столовой физфака. В 16.00 всех, кто давно не был в Казанском университете, мы приглашаем на экскурсию в Музей истории Казанского университета. А в 17.00 в актовом зале главного здания КФУ состоится подведение итогов работы дискуссионных площадок и торжественная церемония закрытия деловой части форума. В 19.00 в Казанской ратуши для всех участников форума организован торжественный прием председателя Попечистского совета юридического факультета, мэра города Казани Ильсура Исовича Медшина. По окончании торжественного приема всех горожан ждет удивительная и увлекательная экскурсия по вечерней Казани. Продолжение культурных и спортивных мероприятий для самых активных и креактивных выпускников и гостей юрфака состоится 18 июня. С 10.00 до 12.00 команды выпускников сразятся с командой студентов и преподавателей юридического факультета по мини-футболу и волейболу. А в 12.00 от главного корпуса университета автобусы отправятся вместе с желающими на экскурсию в город Свияжск. Я еще раз хочу поздравить вас всех с началом работы форума, пожелать всем успехов, удачи и конструктивных дискуссий. В добрый путь! Спасибо, Лилия Талгатна. Уважаемые коллеги, еще раз благодарим вас за то, что приехали и приняли участие на нашем форуме. Сохраняя добрые традиции веротерпимости, дружбы, мирного соседства разных наций и национальностей, Казань стремительно движется вперед. Я надеюсь, что многие из тех, кто давно не был в нашем городе, по достоинству оценят его новый облик. Добро пожаловать в Казань, добро пожаловать в родную Альма-Матер. Желаю вам всем хорошего настроения, плодотворной работы. Уверен, что мы еще не раз встретимся в нашей родной Казани. Успешной работы и всего самого-самого доброго. Спасибо.